Переход на новые условия работы будет плавным и безболезненным, как для севастопольцев, пользующихся услугами общественного транспорта, так и для перевозчиков. На маршрутах города будут работать прежние автотранспортные предприятия. Перевозчик должен понимать одну вещь, что ему сейчас необходимо переориентироваться на российское законодательство, перерегистрировать свои предприятия, стать субъектом хозяйственной Российской Федерации, получить лицензии для того, чтобы могли находиться в полной мере в правовом поле законодательства России. И для того, чтобы потом спокойно осуществлять свою деятельность на территории города Севастополя. Все льготы, действовавшие в общественном транспорте, будут сохранены. Когда российские законодательные нормы начнут действовать на полуострове в полную силу, а это произойдет с 1 января 2015 года, социально незащищенные категории граждан будут пользоваться льготами, установленные федеральным законом. Перечень льгот и категория льготников могут измениться, но не уменьшиться. Переходный период у нас определен на сегодняшний день до 1 января 2015 года. Что касается осуществления всех льготных перевозок, они, в принципе, будут сохраняться. На сегодняшний день те льготные категории граждан, которые у нас есть, они останутся. Курс перерасчета на сегодняшний день составляет 3,1. Данный курс определен распоряжением исполняющего обязанности председателя Севастопольской городской администрации. И перевозчикам предписаны те распоряжения, у перевозчиков они все есть. В распоряжении установлено следующее. Если коэффициент не точный, то есть идет в сторону увеличения. Коэффициент в сторону увеличения. Поэтому немножко идет округление. Округление как по принципу округления, как и везде. Поэтому перевозчик будет в машинах, в автобусах должно быть размещено стоимость проезда как в гривнах, так и в рублях. На сегодняшний день у нас 97 маршрутов в маршрутной сети города, из них 37 социально значимых. Все эти маршруты действующие, работающие. Маршруты осуществляют перевозку по регулированному тарифу, это гривна 50, и по пригороду, это 18 копеек пассажира километра. Переходный период в городе Севастополе будет плавным. Мы не планируем и не хотим резких каких-то скачков, резких каких-то, скажем так, изменений. Хотим сделать это, чтобы было удобно для жителей города, чтобы это было все плавно, скажем так, безболезненно для населения города Севастополя. В России будут выплачивать и адресные дотации. Что касается перехода на адресную дотацию, которая существует в Российской Федерации. Так как мы являемся субъектом Российской Федерации, мы также, город Севастополь, также должен перейти в ближайшее время на адресную дотацию. Это будет происходить постепенно, потому как для того, чтобы перейти на адресную дотацию, нам необходимо принять ряд нормативных актов, именно внутренние, скажем так, законы, которые должен принять наше законодательное собрание города Севастополя. Адресная дотация заключается в том, что каждому льготнику, который у нас, человек, который пользуется правом льготы, будет предоставляться денежная компенсация, будут выделяться деньги именно под конкретную услугу, которую он пользуется. Устраивают ли цены на проезд? Справедливо ли перерасчитывают гривны на рубли в общественном транспорте? Об этом мы спросили у горожан. Не обращаю на это внимания. Довольны ли вы перерасчетом с гривны на рубль в маршрутных такси и автобусах? Нет, не очень, честно вам скажу. Сегодня один курс, завтра другой курс. Просто курсы очень. Какой валютой вы расплачиваете с маршрутных такси и автобусом? Пока в гривнах. А почему? А нет у меня рублей. А как вы считаете, справедливо ли пересчитаны гривны в рубли? Нет, не справедливо. Еще тут хитрят. Ну, скоро все станет на свое место. Перерасчет гривны в рубль вас устраивает? Вы знаете, то, ради чего мы все это претерпели, конечно, это малые жертвы. Это нас совершенно не так волнует, как волновал вопрос относительно России. И мы теперь дома, и мы все увидимся. Начальник управления транспорта и связи выразил надежду, что транспортные услуги будут улучшаться. И будет сделано все для комфорта пассажиров.